Приветствую коллеги, это обзор валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмил и сами я Артур Идиатуми. Началась новая неделя, это последняя неделя на которой будет хоть что-то интересное перед новым годом. Посмотрим давайте экономический календарь, что у нас намечено на эту неделю. Можно с уверенностью говорить, что это неделя выступления центральных банков различных стран. На этой неделе у нас в среду намечено заседание ФРС, будет выступать глава ФРС Джером Пауэлл. В четверг намечено выступление главы швейцарского центрального банка и банка Великобритании. Ну и в пятницу завершает неделю центральных банков. Это банк Японии, который также будет докладывать, что он собственно решил по монетарной политике. Финансовые условия в мире задает у нас глобальная долларовая ликвидность, регулирует ее ФРС. Поэтому заседание ФРС и выступление главы центрального банка США Джером Пауэлла будет занимать основное внимание участников рынка. Заседание интересно в разрезе трех основных вопросов, которые можно задать ФРС. Первое. Это разделяет ли ФРС оптимизм, связанный с вакциной. Именно рыночный оптимизм, связанный с вакциной. Второй вопрос. Это требует ли вмешательства именно во плане корректировки монетарной политики недавнее замедление экономики США, признаки которого появились в ноябре. Третий вопрос. Это таргетирование. Что же такое таргетирование так называемой средней инфляции? Новый концепции ФРС по инфляции. До сих пор неизвестны детали этой новой концепции. И рынку, конечно же, будет интересно узнать, что же подразумевает ФРС под термином средней инфляции. Фондовый рынок у нас традиционно забегает вперед, пытаясь сейчас учесть в ценах рыночных котировках украшение пандемии, прогнозируемый конец пандемии и экономическое восстановление в 2021 году. ФРС была и будет оставаться более осторожной в этом плане. Как бы не было парадоксально, но если у нас ФРС поверит в восстановление экономики в 2021 году, это наоборот у нас будет сдерживать ралли на фондовом рынке. Это будет препятствием для ралли на фондовом рынке, так как в таком случае ФРС придется перенести старт нормализации ставок, то есть ужесточение кредитных условий, с более отдаленного будущего на более ближайшее будущее. Рост фондового рынка, как мы знаем, он у нас зависит от низких процентных ставок, так как низкие процентные ставки у нас обеспечивают переток из активов с низкой доходностью, с подавленной доходностью, таких как банды, в более рисковые активы, куда также у нас включены акции, и как раз таки длительные, находящиеся долгое время на низком уровне ставки, они провоцируют длительный вот такой переток из низкодоходных активов в высокодоходные активы. Собственно, это известно, как оклемили это термином таким, как погоня за риском. В США у нас не удалось избежать второй волны коронавируса. Недавнее у нас ослабление экономической активности в США, но они делают непозволительным, на мой взгляд, любые намеки о повышении ставок или вообще вести разговоры о повышении ставок сейчас непозволительно. На ваших экранах представлены два графика. Это последние данные, которые показывают, как у нас изменялись высокочастотные индикаторы мобильности в США, то есть того, как у нас передвигается, какой уровень передвижения населения. На левом графике у нас проверки на транспортных станциях, проверки безопасности пассажиров на транспортных станциях, сколько в день таких проверок осуществляется. Справа у нас динамика бронирования ресторанных столиков. Так вот, видно, что начиная на левом графике, видно, что начиная примерно с конца ноября, середины ноября, у нас произошло резкое снижение числа проверок безопасности на транспортных станциях. Это говорит нам о том, что меньше людей у нас стало пользоваться транспортом, поэтому меньше проверок из этого следует. Здесь можно видеть, что у нас по основным регионам в США с высокой экономической активностью произошло замедление, снижение числа бронирования столиков. Здесь у нас показаны данные изменения в годовом выражении. Так вот, видно, что примерно начиная также с середины ноября у нас произошло по всем основным регионам снижение числа бронирования столиков. Это говорит о том, что меньше людей у нас стали посещать какие-то заведения общепита. И, собственно, это также влечет за собой снижение выручки у ресторанной индустрии, у гостиничной индустрии. Также означает сильный удар по сфере услуг в США. Это, собственно, вот те высокочастотные индикаторы, которые у нас дополняют отчет по безработице в США. Как вы помните, мы с вами обсуждали его на прошлой неделе. Базовый показатель у нас прироста рабочих мест, он не дотянул до прогноза практически вдвое. Если мы смотрим альтернативные метрики того, как выросли рабочие места в США, то там вообще отрицательный рост рабочих мест. Кажется, на 78 тысяч сократились рабочие места. Так вот, в общем, в ноябре у нас не очень хорошо экономика в США себя показала. И ужесточение ограничений, с которыми недавно столкнулась экономика, говорят о том, что в декабре будет тоже ситуация не очень. Будет продолжаться замедление экономической активности. И в таких условиях, при таких показателях, ФРС, конечно же, невыгодно и нет смысла говорить об ужесточении политики. Наоборот, есть риск того, что будут дополнительно смягчены кредитные условия. Потому что для этого, как мы видим, есть все предпосылки. Кроме того, у нас Конгресс медлит с пакетом стимулов. До сих пор у нас не приняли, не одобрили новое фискальное стимулирование в США. И, естественно, таким образом Конгресс возлагает бремя поддержки экономики и бремя стабилизации рыночных ожиданий полностью и целиком на ФРС. Разумеется, на декабрьском наседании это ограничивает любые ястребинные маневры регулятора. Третий момент – это то, что горизонт прогнозирования низких процентных ставок ФРС рынком зависит от того, как рыночные участники понимают новую концепцию таргетирования инфляции ФРС. ФРС ознакомил рынки с этой новой концепцией еще летом, но по итогам трех заседаний, которые были проведены, не дала каких-либо удовлетворительных деталей по поводу того, что же представляет собой эта средняя инфляция, как она рассчитывается, какой период инфляции берется за усреднение и так далее. Напомню, что ФРС объявила, что она заменяет цель по инфляции, а вместо достижения какого-то уровня инфляции теперь должен достигаться некоторый средний период инфляции, средний уровень инфляции за некоторый период. Это, в общем, очень сложная и запутанная формулировка, потому что в ней отсутствуют важные некоторые компоненты, в том числе, какой же у нас берется период усреднения, что же у нас ФРС считает средней инфляцией, какой же у нас будет уровень этой инфляции. Таким образом, у нас нет деталей по новой концепции ФРС, и, естественно, детали, если ФРС наконец-таки расщедрится в плане предоставления этой информации и даст нам детали по поводу того, что же у нас представит собой средняя инфляция, то рынок также будет к этому чувствительным, потому что это будет менять горизонт прогнозирования, горизонт ожиданий вот этих низких ставок, которые нужны сейчас так фондовому рынку, чтобы стабильно расти, чтобы продолжать стабильный рост и нужны для того, чтобы сохранять давление на доллар. По доллару можно сказать, что он у нас после небольшой коррекции, которая была достаточно вялой, потому что после достижения у нас отметки в 90-50 пунктов, эта коррекция нам даже не смогла пробить, пощупать трендовую линию, которая у нас проходит здесь, четырехчасовая трендовая линия. Как мы видим, не дотянула у нас цена до этой трендовой линии, несколько, получается, около недели у нас проболталась цена, индекс доллара проболталась у нас в вот таком вот узком диапазоне и сейчас тестирует, повторно тестирует нижнюю границу этого диапазона, давая нам очевидный четкий сигнал к тому, что доллар у нас, индекс доллара выходит из этого диапазона. На мой взгляд, у нас есть сейчас очень важный фактор дальнейшего ослабления доллара на этой неделе, новостной повод. Это именно заседание ФРС. Как мы с вами уже сейчас обсудили и проанализировали, есть шансы на то, что ФРС объявит о новом смягчении политики, либо объявит о том, что меняется композиция покупки активов. Каждый месяц у нас ФРС скупает с рынка казначейские облигации, трейджерис в каком-то определенном объеме. Так вот, можно, получается, изменять композицию этих покупок, то есть выбирать, какие именно бумаги мы покупать. Облигации правительства одногодичные, десятилетние, пятилетние. То есть выбирать нужные объемы для того, чтобы контролировать нужные ставки. Однолетние, двухлетние, десятилетние. Так вот, сейчас основные ожидания складываются в пользу того, что ФРС у нас будет более усиленно контролировать десятилетнюю ставку по казначейским облигациям. Сейчас она находится на уровне 0,90%. Подбирается она уже, как видим, к 1%. Чем выше эта ставка, тем выше стоимость заимствования на 10 лет, грубо говоря. Так вот, если ФРС у нас не посчитает комфортной для текущего уровня восстановления ставку в 1,9% и захочет ее снизить, то это, естественно, будет подразумевать то, что ФРС либо увеличит программу количественного смягчения, будет больше скупать облигаций десятилетних, либо увеличит композицию в текущих покупках. То есть, заберет спрос из каких-нибудь однолетних или пятилетних облигаций и будет скупать больше десятилетних. Это также повлечет с собой давление на десятилетнюю ставку и ее возможное снижение. Для рынка, конечно, положительная новость, потому что если есть определенность, что будет низкая процентная ставка более длительное время, то есть, например, по десятилетним облигациям, значит, можно более уверенно расти, значит, компаниям в этой перспективе будет более выгодно занимать в десятилетней перспективе. Поэтому риск в компаниях, риск в акциях снижается, поэтому они должны стоить дороже. Вот такая вот нехитрая цепочка. Такую нехитрую цепочку можно провести, которая нам говорит, что потенциальный исход заседания ФРС в среду будет положительным для фонного рынка и будет негативным для индекса доллара. На мой взгляд, у нас индекс доллара будет на этой неделе тестировать важную отметку в 90 пунктов. Пройдет ниже и уйдет на уровень в 90 пунктов. Вот такая вот ситуация у нас обстоит перед заседанием ФРС. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Если же вам понравилось это видео или вы считаете его полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. На этом у меня все. Я завершаю свой обзор. Всего доброго. Торгуйте в профит.